Здравствуйте, друзья! Функция resources getProgress и isLoaded поработает сообща, поэтому этот урок будет про обе эти функции. Итак, одна из них показывает процент загрузки в процентах, то есть числа, другая проверяет, что если все загружено, то есть возвращает правду, то мы можем перейти куда-то дальше. Когда и как это используется? На обычном компьютере это сложно проверить. То есть это чаще всего случается, когда вы работаете через интернет и в интернете игры прогружаются, потому что скорость на компьютере с папки в папку очень быстрая, а из интернета нужно загружать. Тем не менее я смоделирую вот такую ситуацию. Смотрите, у меня в ресурсах есть целых 22 мегабайта волка. То есть, смотрите, здесь вот такая вот анимация. Здесь довольно много картинок, и все они весят 22 мегабайта. Как мы поступим? Давайте вне игрового цикла, там, где мы обычно делаем все, мы создаем переменную, там, плеер, например, назовем ее, и перетачиваем одно из изображений, чтобы сгенерировать код, только равно забрать. Вот так. То есть, вот наш анимационный объем. А теперь таких можно создать много. Вот на этом много мы и потратим ресурсы, и проверим, как это работает. То есть, вот ссылка на одно изображение. Вот такие у нее парады. Отлично. Теперь смотрите, давайте смоделируем ситуацию. Вот это как будто наша игра. И мы ее должны включить только в том случае, если загрузили вот этих волков. Поэтому давайте создадим другой игровой цикл. Горячая клавиша F3 нажимаем, и в панели библиотеки есть New Look. Назовем им этот игровой цикл Load, загрузка. И помните, в самом низу игры у нас есть запуск, какой игровой цикл стартует первый. Теперь не MyGame, теперь Load, который мы создали. Ну и команда запустить игру, она всегда есть. Отлично. То есть, сейчас, если мы запустим игру, он у нас, во-первых, написал, что Tile is non-defined, скорее всего. А вот здесь я равно поставил двойное зачем-то. Вот. Все хорошо. Тайлы у нас тоже определены. Да? Да, у нас Tile is определен. Вот. Итак, что мы делаем? Давайте сделаем цикл по всем этим изображениям. То есть, загрузим в память компьютера все вот эти анимации. Итак, у меня уже в готовых решениях есть небольшой код. Давайте я его вызову и объясню, что происходит. Так будет быстрее, чем тратить на это время. Итак, смотрите. Мы делаем цикл. То есть, I равно 0, I меньше 355. Это угол поворота. Каждое изображение – это угол поворота персонажа. То есть, цифра в изображении – это угол поворота. И плюс равно 5. То есть, каждый раз I равно 0. В следующий раз будет 5. Потом 10, 15, 20. Пока не дойдет до 355. И мы что делаем? Вот эту строчку мы, по сути, дублируем. То есть, только изображение. Без параметров. Параметры все одинаковые. Мы пишем «Tilis – New Image» и указываем путь, откуда берутся изображения. Смотрите, как это происходит. То есть, здесь идет конкатенация строк. Я объясню ее еще разок. Я вот это все удаляю. Вот у нас есть «Tilis – New Image». Они хранят изображение. Теперь нам нужно показать ссылки на все изображения. Как это делается? У нас есть папка «Ресурсы» и папка «Волк». Вот так. Забираем их отсюда из названия. И это у нас явно текст. То есть, вот так, в кавычках указываем текст. Теперь дальше идет число. Это будет переменная. То есть, число то 0, то 5, то 10, то 15. Давайте откроем свойства всех изображений. Вот так. Видишь, 5, 10, 15. Но дальше параметры одинаковые. Поэтому дальше мы ставим плюс. То есть, не здесь, а после кавычки. Плюс. Отлично. Указан переменную «и». Теперь нам нужна эта переменная. То есть, она все время будет меняться. Затем ставим еще раз плюс. И окончание. Окончание этой строки у всех одно и то же. Будет 910, 820 и png. Забираем вот это окончание. То есть, мы сложили строки. Это из базового языка JavaScript. И вот так вот в кавычках указываем. Вот. И JavaScript все это сложат в одну строку. То есть, будет волк. Потом какое-то число. Только здесь подчеркивание. Вот так. В имени же будет подчеркивание. И будет все время меняться. И в конце будет дописываться вот такая фраза. Вот так вот. Так. И тем самым мы в оперативку загрузим все вот эти тайлы. Чтобы он их запомнил. И потом с ними можно было мгновенно работать. Потому что они будут все в памяти. И теперь давайте создадим где-то переменную. Переменную. Любую текстовую переменную. Итак. Я создаю переменную. Текст. И из окна библиотеки горячая клавиша F3 вызываю метод. Метод. Точнее не метод, а базового объекта текст. Вот так вот. Пока текст здесь никакой не заполнен. Но нам нужен просто текст. И вот. У меня уже написано. Текст. Есть функция setText. Она устанавливает текст. Можно использовать просто текст. Точка текста. Ну как. Свойство. Тоже самое будет. Суть в том, что мы здесь с вами указываем нашу функцию. Понимаете. Apg.js. Вот как мы объявили игровой движок. Затем ресурсы. GetProgress. И рисуем этот текст. Посмотрим, что получается. Видите. Текст рисуется рывками. Потому что именно так происходит загрузка изображения. То есть. Каждый раз. Итерация игрового цикла проходит. Вот так вот. И. Определенным образом загружает эти изображения. И мы видим результат. То есть. Вот эти вот числа. Дошло до 100. А теперь внизу можно написать два условия. Опять же. И. Если вот эта штука равняется 100. То тогда перейти в новый игровой цикл. Либо у нас есть еще одна команда. IsLoad. То есть. Если она равна true. Можно так вот записать. Это в языке JavaScript то же самое будет. Это загрузка. Загрузчик ресурсов. То есть. То, что сработало правда. Если все ресурсы загружены. По факту. Если эта штука равняется 100. То. Мы можем включить игровой цикл. Уже другой. Перейти на другой игровой цикл. И. Кстати. Если мы используем вот эту команду. Вот. Для проверки. То. Мы бы внизу могли указать. Например. Не когда достигнем 100. А например. Когда. Больше. Либо равно. Уже там. 97. То есть. Не дожидаться 100. Здесь мы можем на какое-то число проверить. А здесь мы проверяем 100% загрузку. И здесь мы просто указываем. Игровой цикл. На какой перейти. А давайте проверим. Как работает. Здесь мы запускаем. И пошла загрузка. И только тогда мы включили игру. А мы бы могли. Например. Проверить. И эту перемену. Вот. К примеру. То есть. Вместо этого условия. Пишем вот так. И. Больше. Либо равно. Например. 50. То. Мы уже включим игровую цикл. Посмотрим. После 50. Перейдет. Видите. Сразу перешло. После 50. Хотя. Видите. Там еще было торможение. Еще не все ресурсы. Прогружены в игру. Так что. Вот такой загрузчик ресурсов. Имейте ввиду. Что он есть. Но. Генерировать его нужно отдельно. Либо при наличии больших ресурсов. И. Лучше всего. Все вот эти изображения. Загрузить в интернет. Подгружать их по ссылке. Не с компьютера. А из интернета. HTTP. И так далее. Ваш адрес. Сайт. И уже таким образом. Тестировать. Как происходит загрузка ресурсов. Ну что ж. Друзья. Спасибо за внимание. С вами был Александр Тичкин. Основатель образовательного портала. Multuroki.ru. И разработчик первого движка. PointJS. До встречи в новых видео уроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok